Идет монтаж монолитных и металлических конструкций. Уже завершено устройство фасадов, строительство наружных инженерных сетей. С марта строители займутся внутренними инженерными сетями. Уже началась кирпичная кладка. График работ спроектирован таким образом, чтобы к началу топительного сезона этого года можно было замкнуть тепловой контур, то есть подать внутрь тепло. Я ознакомился с ходом работ, с количеством привлеченных работников, специалистов, техники. В целом я удовлетворен, то есть сделано все, чтобы скорректировать какие-то отставания по видам работ, которые накоплены в прошлом году и вырваться вперед по тем видам работ, которые можно делать уже сейчас. И конечно главный вопрос, который обсуждался в последнее время. Как идет финансирование строительства ледовой арены? По этому объекту никаких сомнений нет. Все средства в федеральном бюджете и областном бюджете предусмотрены. Вообще мы, наверное, правильнее в этом вопросе рассматривать не только сам ледовый дворец, а весь комплекс объектов, которые необходимо завершить к чемпионату мира. И мы здесь в переговорах с федеральным центром стараемся также находить решение маневрировать. В течение последних двух лет Минтранс России активно помогает нашему региону в финансировании строительства дорог. Это в свою очередь позволяет правительству Новосибирской области выделять средства на строительство станции «Метроспортивная», на которую федеральных средств не поступает. По такой же схеме будет финансироваться строительство очистных сооружений ЛДС и благоустройство его территории. Этот объект относится к уникальным. У него большепролетные металлические конструкции. Сам по себе здесь очень много монолитных работ. На сегодняшний день принято порядка 68 тысяч кубов бетона уже. Мы находимся на завершающей стадии. К концу марта месяца мы должны закончить конструктив основного здания. Удалось привлечь к строительству ледовой арены и местных производителей. Новосибирская компания называется «Несущие системы». Они были запроектированы, мы заключили с ними контракт. Они производят вот эти фасадные системы. Все здание ледовой арены, как и два зала универсального и второй ледовой арены малой, они запроектированы вот такими витражными конструкциями. Заполнение будет стеклянное и сама арена будет полностью в стекле. Все объекты этой масштабной стройки, которые возводятся при поддержке правительства Новосибирской области, должны быть сданы не только в сроки, а даже раньше. Вод многофункциональной ледовой арены в эксплуатацию намечен на лето 2022 года. К старту молодежного чемпионата по хоккею приурочат и завершение строительства четвертого моста через ОПИ.